Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня мы будем делать сборку ПК за 50 тысяч рублей. И причем делать не просто сборку, а именно вариант для тех, кто хочет вставить и забыть. Собрав такой ПК, вам даже не придется выставлять XRP профиль в биосе. Все будет отлично работать сразу со старта. И конечно же вы получите достойный FPS во всех существующих играх. Ну а перед тем, как мы перейдем к нашей сборке ПК за 50к, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А собрать такой ПК вы можете буквально в два клика по ссылкам в описании. Также в описании я оставил ссылку для донатов, если у вас есть желание поддержать канал или выразить мне благодарность за помощь. А начнем мы сегодняшнюю сборку с процессора Core i3-10100. Это отличный 4-ядерный процессор 10-го поколения Intel, который по производительности выступает на уровне Ryzen 3 3300X. Такого камня сейчас достаточно для большинства игр. А поставить его можно даже в самую дешевую материнку с самой дешевой АЗУ. Самое главное его преимущество – это новая платформа, которая позволит вам сделать апгрейд на более мощные процессоры Intel в будущем. По производительности этого камня спокойно хватит на ближайшие пару лет. Поэтому сегодня мы сделаем систему именно на нем. И в пару к нему возьмем башню Gamma X300 Fury. Так как боксовый охлад, как всегда, оставляет желать лучшего. И надеется на худшее. Можно было бы чутка сэкономить на охладе, но более дешевые кулера сейчас стоят не намного дешевле. А Gamma X300 вам как раз хватит для будущего апгрейда на какой-нибудь i5. Материнскую плату я выбрал не самую дешевую. Это Esrock B460M HDV, которая идет уже на чипсете среднего сегмента. Главная фишка этой материнской платы – это ее цена. За относительно небольшие деньги мы получим более мощный питальник, чем в самых дешевых материнках на H-чипсете. Это положительно скажется на температуре питальника, как при работе с нашим i3-10100, так и с более старшими камнями. Также стоит отметить наличие в этой материнке отдельного слота под Wi-Fi адаптер. Это позволит вам легко и просто установить модуль Wi-Fi в материнскую плату. Что касается апгрейда, то эта материнка спокойно позволит вам поставить i5-10400F или i5-10600 и даже топовый Core i7-10700. Так что на мой взгляд она полностью оправдывает свою стоимость и вариантов апгрейда в будущем у вас будет очень много. Оперативную память я поставил сюда самую обычную. Это красные крушелы двумя планками по 8 гигабайт с частотой 2666 МГц и довольно приятными 16-ми таймингами. Разогнать оперативную память в B-чипсете у вас все равно не получится. Так что нет смысла переплачивать за более дорогие планки. А это как раз та самая оперативная память, которую вы просто поставите к нашему i3-10100 и она будет работать на адекватных таймингах. А вот на видеокарте мы сегодня экономить не будем. Я поставил сюда одну из самых лучших видеокарт по соотношению цена и производительность. Это GTX 1660 Super от компании Polite. Я недавно выпускал ролик, где подробно рассказывал про эту видеокарту. А конкретно эта модель от Polite получилась весьма удачной. Она не очень сильно шумит и в то же время температуры у нее довольно маленькие. Также стоит отметить возможность замены кулеров. Так как сам кулер остался такой же, как и был в прошлом поколении. И если по какой-то причине у вас уже не будет гарантии в будущем, а кулера начнут умирать, то вы легко их можете поменять, так как этих кулеров сейчас полным-полно. Ну а если бюджет вашей сборки меньше 50 тысяч рублей, то вы можете взять себе видеокарту GTX 1650 Super. Она тоже будет довольно неплохим приобретением. Ну и по классике возьмем довольно неплохой блок питания Thermaltake TR2S на 500 Ватт. Цены кстати на блоки питания начали также подниматься вслед за всем железом. И даже обычный средненький блок уже стоит приличных денег. Ну а если вы хотите взять блок питания помощнее под будущий апгрейд, то я бы рекомендовал вам присмотреться кулер мастер MVE на 700 Ватт. Такого блока хватит даже под самые требовательные видеокарты. А накопитель я поставил в нашу сборку ПК за 50 тысяч рублей самый простой. Это Adata SU650. Сейчас среди SSD это один из самых неплохих вариантов, так как он имеет большой заявленный объем перезаписей и неплохие скорости по сравнению с конкурентами. Кстати многие мне писали, что Adata лучше не брать, так как в отзывах очень много брака и они часто ломаются. И мне хотелось бы немного рассказать свое мнение по поводу всех этих отзывов. Я считаю, что какую-то определенную модель можно считать неудачной только после того, как мы будем знать точное количество проданных товаров и процент брака. Например SSD от Adata купило 200 человек и у одного из них попался бракованный экземпляр. Он конечно же написал отзыв, что ему попался брак и пошел его менять. А например за то же время SSD от другой компании купило всего 50 человек и бракованного экземпляра не было ни у кого. И вот на мой взгляд было бы очень нелогично говорить в такой ситуации, что Adata плохая, а SSD от другого производителя лучше, так как там просто не попался заводской брак. Да и покупая новое железо в магазине вы всегда имеете гарантию, которая и защищает вас от бракованных экземпляров. Так что я лично считаю, что нет смысла оценивать конфликтующие по одним отзывам о браке. Ну а собирать нашу сборку мы будем в отличном корпусе Zalman S2. Это очень хороший корпус с неплохой продуваемостью, который точно не даст задохнуться нашему и без того прохладному i3-10100. Ну и перед тем как перейти к тестам, хотелось бы сделать сборку более уникальной и рассказать вам, что тут можно поменять. Например, если у вас есть лишние 5000 рублей, то вы можете сразу поставить сюда i5-10400F. Разницы в производительности в играх вы практически не заметите, но запаса на будущее у вас будет намного больше. Также можно поставить более производительную видеокарту. Например, RX 5600 XT или RTX 2060 Super. В целом можно потратиться и на 2070 Super, так как весь в упор сейчас идет видеокарту. И нашего i3-10100 вполне хватит, чтобы ее нагрузить работой. Также можете взять SSD с большим объемом или докупить жесткий диск. Ну и поменять корпус можете на какой-нибудь подороже. Главное не в ущерб производительности, так как Zalman S2 имеет очень крутую конструкцию и способен отлично забирать воздух через переднюю панель. Ну и давайте глянем на что способен i3-10100 в паре с GTX 1660 Super. Все игры тестировались в Full HD на самых минимальных настройках графики, чтобы можно было заметить максимальный FPS. И в Apex на минимальных настройках мы получаем более 150 кадров, которых хватит даже для игры на мониторе в 144 Гц. Конечно, здесь для вас важен быстрый отклик и большое количество кадров в довольно бюджетной сборке за 50 тысяч рублей. В Warzone также счетчик кадров держится выше сотни, что позволяет получить максимальную реакцию в игре. Хотя FPS явно не дотягивает до монитора на 144 Гц, но для 4-х ядерного камня это можно считать однозначно неплохим результатом. А в Overwatch мы получаем и вовсе около 250 кадров, которых будет за глаза для комфортного геймплея. В общем, на мой взгляд, такая сборка идеально подойдет для онлайн игр. Ведь всего за 50 тысяч рублей вы получите действительно игровой ПК, у которого как есть возможность апгрейда, так и не нужно ничего разгонять. Также можно собрать ПК на райзене. Я недавно делал отличную игровую сборку всего за 40 тысяч рублей, правда там я ставил GTX 1650 Super. Но вам не составит труда ее поменять на 1660 Super из этой сборки и получить сборку ПК за 50 тысяч рублей. Но в случае с райзеном все равно желательно хоть немного разбираться в компьютерах, чтобы разгонять оперативную память или же вам придется поставить более дорогие планки под райзен. Также райзену всегда будет полезно сделать андервольтинг, а в такой сборке ПК на Intel этого абсолютно делать не придется. Вы просто собираете ваш комп и пользуетесь. Так что если вы не сильно разбираетесь в компьютерах, то эта сборка ПК за 50 тысяч рублей будет идеальным вариантом за свои деньги. Ну и в целом запас на апгрейд тут весьма неплохой, так как в следующем году выйдет еще одно поколение процессоров под сокет 1200. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. Также я хочу напомнить вам, что вы всегда можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!